Девушки отдыхают Атар большой поклонник Катерель, Валя Карнавал и других смешных фамилий Кушнашвили. Мария видела потного инфантина командная. Браво! Господин Гурцкая. Да, господин ведущий. Как вы относитесь к Нобелю? Нейтрально. Вы сейчас про ученого? Ну, конечно, про ученого. Господин Анисимов. Да, господин ведущий. Что бы вы выбрали, миллион или победу ЦСКА над торпедой? Ну, так я... А можно мне выбрать победу ЦСКА над торпедой, на которую я поставлю миллион через наших партнеров фон Бет? Конечно, можно. Но, господин Агучев, что будет, если Константин Анисимов поставит на этот матч миллион? Проебет миллион. Все правильно. Госпожа командная. А уж кем? А что вы загадаете на Новый год? О, о, подумай хорошо, подумай хорошо, подумай хорошо. Чтобы у Атара все было хорошо и много денег было в следующем году. Я всегда любил эту женщину. Прекрасное желание, госпожа командная. Господин Кушинашвили. Не имею, я отвечаю сразу на любой вопрос. Давай. Я вас люблю. Блядь, человек с отменным вкусом, воплощение благородства, утонченность. Назло Анисимову избирателей, разбирающихся в людях. Целую тебя в пятую точку. Господин ведущий, мне кажется, что вы работаете водителем Атара Кушинашвили. Да, мне пора ехать. Желаю вам прекрасного эфира. Константин Анисимов, вам слово. Что наша жизнь игра, и мы жили этой игрой целый месяц. Мы подводим итоги, пока не знаю результата финала, потому что он начнется через час. Времени нет. Это футбол, брат. Это Кубок Мира, брат. Погнали! Браво! Сегодня в выпуске. Сборная Франции отбилась от атак сборной Марокко. Леонид Слуцкий и Роман Гудсайд готовятся к новому выпуску Ковент-шоу. Тренер сборной Хорватии объяснил причины разгромного поражения от Аргентины. Это Кубок Мира, брат, шоу Которая попала в красную книгу Потому что мы фактически единственные Куда не пришли ни Артем Дзюба, ни Леонид Слуцкий Меньше часа остается до финала Давайте подведем, у нас был турнир Наш внутренний прогнозистов Одна команда была у нас выбрана слепую А другая по зову сердца И так последнее место занимает человек Который забронировал последнее место Который придумал слово аутсайдер Атар Кушинашвили Ёб твою же Такой позор Атар ставил на Германию и США Такое ощущение, что Атар это просто Твои категории на порнхабе А вспомните тот самый день Когда мы снимали Там сидел человек с педиком Вот кто меня сбил с танталыку С чего я вдруг стал бы голосовать За вот эти сборные Тот меня сбил Но я согласен, я опозорился Все, опозорился, согласен Почему же ты опозорился? Ты пропустил нас вперед Мы как слабейшие с трясущимися коленями По этой дороге выложенный из золотого далеко камня Давайте дальше посмотрим На первом месте у нас недосягаемый Рома Нагучев У Романа Буквально с ним была выбрана сборная морозка Которая подарила нам сенсацию Скажи, пожалуйста, на марокканском спасибо Спасибо Какой у вас прекрасный марокканец Такое ощущение, что вы учили его по коробке с мандаринами Я засовывал мандарины Знаешь, ты учишься целоваться на помидорах А разговаривать по-мароккански на мандаринах Ах, вот как вы Вы засовываете два мандарина на МАЧ-ТВ Понятно Чтобы лучше комментировать Так, 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 Роман, пожалуйста, дальше Ну что вы скажете по поводу сборной Марокко В любом случае, оранжевые либо мандарины, либо сборная Меня очень порадовали И одновременно огорчили Марокканцы дошли аж до полуфинала Поэтому я выиграл А голландцы дошли до... До ручки До ручки, да И меня тоже довели Но тоже довольно далеко Так что я оказался очень прозорливым Тимур выбрал, так скажем, португалоговорящую ветку Да Беспроигрыш Ошибся Ошибся В чем твоя ошибка была? Потому что я выбрал португалоговорящую ветку А их в чем ошибка была? Я понимаю Я понимаю, Тимур Потому что одни привезли с собой ненужного кота А вторые играли с ненужным котом А вторые ненужного с котаю Я не могу так сказать Что же ты натворил? Это же твой любимчик Но ради красного словца Учение Анисимова Ради не пожалеешь ни отца, ни яйца Я же говорю вам Вы меня подводили в гримёрке к мысли Отца я давно не видел, а отца вторым у меня в полном порядке Покажи В инстаграме есть фотографии от 2 декабря На Пасху, да? На Пасху На Пасху Ну и Мария и я, собственно Вот у нас развязка Рома выиграл Кто займёт из нас второе место? Маш Ну конечно я Кто финал выиграет? Ну потому что Франция сегодня победит Соответственно я Давай смотри Давай так Вот сейчас прогнозирую Если побеждает Аргентина Побеждает Если побеждает Аргентина Я дарю тебе бутылку Классного Аргентинского вина Вот прям идеального Я выберу прям вот Лучшее вино Аргентинское Если побеждает Франция Давай если побеждает Франция Просто ты девушка Чисто символически Для меня Ну прям небольшую Французскую недвижимость Какую-то У меня устроить вполне Соглашайся Ну на берегу моря На берегу И любого Понимаешь? Если это даже будет северное Любого французского моря Море Лаптевых Не до себя ему пока Для Франции Потому что Не пройдёт Франция к Море Лаптевых Есть примета Я у коллег с первого Есть примета Которая всегда работает Давай Она сработает в пользу Марии командной Если Франция Выходит из группы С Данией Она становится чемпионом Или мира Или Европы Такая традиция Знаешь Он первый раз у неё придумал Такая традиция Сколько раз она Пять Пять раз? Да А если побеждает То ты вырваешься в лидерах Франция вышла из группы С Данией В 84-м Стала чемпионом В 2000-м Стала чемпионом В 2018-м Стала чемпионом В 98-м Стала чемпионом И сейчас она вышла из группы С Данией Секунду Я попрошу вентиляторы включить Очень душно стало Задушил, блин Просто пока была пауза недельная Я заказывал вентиляторы Но все скупили Понимаешь? Костя Да Назови мне одну Включите все-таки вентиляторы Очень странная шутка Назови мне одну причину По которой Ты сегодня вырвешься в лидеры списка Почему Аргентина обыграет Францию Ничего не имея Кроме психованного лидера В своих рядах Потому что я знаю примеры Подожди А почему программа каково Лидер лучший в мире Потому что там психованный лидер есть Я хочу сказать Я на стороне команды От мнений во всем У нее тончайший вкус Мы у нас коллаборация Вот смотри Вот есть тема Есть программа Есть тема Где много звезд И каково Где одна звезда Что лучше? В программе есть тема Есть какие-то звезды Ну тогда поэтому Аргентина Станет чемпионом мира А что за программа Что за программа Есть тема со звездами Объясни мне Праздничный выпуск Да Тогда к Маше вопрос Маша Расскажи пожалуйста Почему Франция Выиграет сегодня Сегодня у команды Как говорит Атар Человек Который абсолютно вменяем Мы видели его Вот такое дело Из психдиспансера Из одного Где в конце Написано почерком Атара Абсолютно здоров Нет Нет В конце написано Продолжение следует Я давно уже Излечился От этой болезни Я напомню Что мы договаривались С мужчинами Сегодня прийти в смокингах Атар У тебя очень хороший Паркной Кутаистский Паркной по смокингам А вы договаривались Изначально Да Я же из Омска прилетел С приветом Программе Это кубок Это вообще уникальная вещь Когда олень в свитах С оленями пришел Куда-то Блять Все оскорбали по разу Ну оленем назвали Первый раз Блять Я хочу сказать Ответь А потом я допомню Я попрошу сейчас микрофоны Выключить Чтобы Атар Сидел как рыба В аквариуме говорил А мы слушали тебя Расскажи пожалуйста Почему Франция сегодня выиграет Слушай я на самом деле Болеть-то буду за Месси Потому что мне на этом чемпионате Честно говоря Безумно понравилась Вся вот эта вот история Ты думаешь он в какой-то момент Перейдет во Францию И как он тащил всю команду После перерыва Поймешь Так легче И я же фанатка Роналду Я терпеть не могу Месси Но вот на этом чемпионате Вот прям что-то произошло И все стало наоборот Маша ты вообще нас запутала Да Я болею за Месси Ненавижу Месси Ненавижу Месси Ненавижу Месси Люблю Роналду И болеть за Францию Нет Болеть я буду за Аргентину Но думаю что Ходите рядом сесть Победит Франция Ты еще мое не ведет Ты будешь болеть за Месси Но победить Франция Я думаю что победит Франция Но болеть буду за Месси Беспроигрышный финал Кость Вообще это называется БДСМ Когда ты хочешь Слышала Как бы ну Как бы немножко Послушайте Человека изобретшего Эту игру Слово бред Это корень Правильно? Да Именно так Именно Послушайте Представляешь Слой БДСМ Нигде у него удары Не нравится Я терпеливо Стоически Как сказал бы Антон Мой корень Я стоически Выдержу эту паузу Ни у кого в мире Нет такого игрока С таким IQ Каковым IQ Обладает Гризман Если бы у Аргентины Вассерман правильно Не Гризман Если бы Если бы Аргентина не выпускает Даже грузинского игрока Демарию Давно натурализовавшего В общем пидораса Гризман Лучший игрок чемпионата Если он хотя бы В половину будет так хорош Как на подступах К финалу Ничего не светит Вашему колченогому Знаете я когда смотрю на Атара У меня Я почему-то душ Вспоминаю Знаешь почему Шарко Нет Когда ты сильно включаешь Вот эту душевую штуку Она падает И она вот так начинает делать И ты не понимаешь Что тебе делать в следующий момент Где ее ловить Что произойдет Но я знаю Где ловить Ребята Прекрасные прогнозы А прогноз От фонбет На сегодняшний финал У нас есть еще время Бегом Через приложение По промокоду Бро Естественно Две тысячи фрибет И На ничью В основное время Фонбет дает коэффициент Три ровно Внимание Три ровно Ставите ничейку В три раза больше денежек Забираете Не надо ставить ничейку Надо Не надо Не надо Я тоже так думаю Сделайте Послушайте Мария Кован И сделайте все наоборот И поставьте например На победу Аргентины В основное время Где коэффициент Два девяносто два Круто Да Чуть меньше чем три А если поставить на Францию То коэффициент Внимание Два девяносто два А я уже взяла С отрицать ставку А я уже кое-что другое С отрица взял А я напомню Что посоветовал Этот человек Который дважды Проиграл Торпеда Дважды Дважды Ну это было трагически Скажет Подожди Разве мы не делали Скажет А вот ты можешь показать Хотя бы еще одного Человека в Москве Который дважды Проиграл на Торпеда Торпеда всего Две победы Его два раза Костя это предсказал Я знаю одного такого человека Владимир Федотов Тренер ЦСКА Он два раза проиграл Торпеда Но он не ставил на них Нет Про себя ставил Я знаю что Юран трижды Проиграл на Химках Мы двигаемся дальше Я вчера прочел Крутую штуку Если в матче Франция и Аргентина В финале чемпионата мира Удалят по 4 футболиста С каждой стороны То чемпионом мира Будет Хорватия Потому что матч Будет отменен А я думаю Чувствует сколько Хорватских террористов Поехало туда И по регламенту Этот кубок Достается команде Которая выступила Лучше чем финалисты Я прочел это В следующем образом Вчера поскольку У меня не спалось Я зашел В какой-то аргентинский паблик В котором все Очень сильно переживают За результат А там все пишут на испанском Естественно Можно кликнуть на перевод В твиттере И там было Правда это было еще до матча Хорватия Марокко И там было написано Следующее Что если В матче Хорватия Марокко Будет драка И будут удалены По 4 человека Из каждой команды И в матче Аргентина Франция Будет то же самое И тоже по 4 человека Будет удалены То чемпионом мира Будет Англия Потому что у нее Лучшие дисциплинарные Показатели По желтым карточкам Я напоминаю Что чемпионат мира Организовывается Вместе с Александром Масляковым Любая команда Маслякова Из этой программы На РЕН-ТВ Которая где ужасы рисует Земля плоская Земля плоская Черепаха Я не захожу До РЕН-ТВ Земля плоская Несколько лет назад Знаешь что В номинации Православный детектив Между прочим Победил Лоза Победил фильм В номинации на ТЭФе Победил фильм О том что Земля плоская Да 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 Победил С ведущим вместе Полное херничье Ну победил и победил Что я могу сказать Ну не завидую Слушайте Я просто имею ввиду Что если даже ЭТО победило То вот при таких обстоятельствах В целом Хорватия Могла бы стать Ты спал плохо Знаешь почему Потому что редкостный снегопад шел Вообще сегодня у нас в Москве Все замело Мы еле добрались Мне мать прислала фотку Из окна дома Она в Сочи У них плюс 20 И кажется я не очень люблю свою мать Я просто рассказываю о тех кто смотрит В нормальных погодных условиях В нормальных погодных условиях Сегодня да Сервый раз ты понял В нормальных погодных условиях У нас мощнейший снегопад в Москве Дороги замело Все дико ужасно Все стоит Мы многие пешком добирались До нашей студии Потому что дорогу не почистили Но не это удивительно Удивительно что вдруг Джанни Инфантино Сошел бы с ума Четыре года назад И сказал А давайте Зимой в России Чемпионат мира И финал был бы сейчас Представляешь Секунду Лужники Снега Вот так Открытие Огонь Надувная Вот эта вот хрень стоит Вот это да Ты имеешь Которая зазывает людей На заправку Вот так Которая делает Да 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 Восполняем Стоит вот эта хрень надувная Выходит на поле Перед открытием Значит кто там Шакира Джейло Своих нарядов Дуалипа Блять одного мужчину Выпустил на поле Давай Митейс Хайфай Все Митейс Да Джейло И Митейс Хайфай Выходят Поют гимн Чемпионата мира по футболу А Митейс Хайфай что Несет попу Джейло Или что он делает Он там вот так Зажат Как в утреннем троллейбусе И Выходят на поле Поют Перед началом Гимн Чемпионата мира по футболу А какой гимн Чемпионата этого Чемпионата Ну не знаю Все знают Поют значит Потом бульдозерами Как в матче Спартак-ССК И вместе Со снегом Они уезжают туда В сторону станции Метро Спартина За рулем Атар Да Работает по профессии Наконец По основной Своей А что вы пьете оба Я не пойму Я зеленый чай Почему у меня Ничего не вставляет Не знаю Может быть Мы по повесу Медикаменты неправильно Считали Мне дозу не доложили По-моему Откуда у вас такие сценарии Где это вы берете все Хорошо что Блин Декабрь месяц Новогодний подарок Финал Чемпионата мира У меня не всегда клеится В голове Что он сейчас идет Но так как На носу Новый год Есть традиция Исполнения стихов А стихи всегда На Новый год Актуальны Так Ни разу не было Чтобы стихотворение Иосифа Бродского Было неактуально Было в тоске Необъяснимой Среди кирпичного насада Дальше я не буду читать Это на других каналах Послушайте У нас есть Тимур Как он сам себя называет Тимур Бродский Я бы даже посмотрел На тебя посмотрел И сказал бы Бутербродский Я думаю Что за самый залайканный Коммент под этим видео Будет Что вы дураки Несете В комин-шоу Лучше Я напишу этот комментарий У меня такой Да У меня Было Ну ладно Плохую шутку придумал Митя Фамина А ты представляешь Митя Фамина Из жопы Лжей Ло Что ли Вот если Страна Потенциальный организатор Дженнифер Ло А за ней Хуйло Я думаю Нет Дженнифер Ло И Митя Фо Ну так В рифму Хорошая Митя Фо Бо Шедевр давай Брат Давай 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 Наваливайте Дно Где же Новый Харин Где же Черенков Где Второй Аршавин Где Второй Стрельцов В чем мы Провинились Почему Ответь На игру Садыгового Мы должны Смотреть Вот Федун Кокорин Дзюба Цорн С горы Взять бы Их на елочку Повесить за шары Ну а на макушку Чтобы всем Светить В гроли Главной Звездочки Зарему Насадить Обмотать Гирляндами Их с головы До ног Чтоб никто Не дернулся Вырваться Не смог Пусть они Нас радуют В этот Новый год Стало Что в футболе Все наоборот Хватит Снасть Скандалов Распери И невзгод Дружно Остановим Химок Хоровод Слушай Меня Елочка Я вовсе Не шучу Загадать Желание Я сейчас Хочу Пусть У депутатов Дрогнет Нерв в груди И скажут Они дружно Фан Иди Уйди Станут Вмиг Арены Как футбольный Храм Только без Священников Обойтись бы Там Пусть растут Пеняевы Много Как с куста Чтобы не Раздаривать Бразильцам Паспорта Лучше Заболотному Выбедать Скипидар Вдруг Тогда появится Бомбардирский Дар Пусть Гремит В Воронеже Вечно Барабан Чтобы Ночами Мучился Нагучев Роман Пусть Футбол Российский Радует Нам глаз Правда Нам для Этого Перекрыть Бы газ Помоги Одним лишь Ёлочкой Я тебя прошу Что бы ни Случилось Не снимай Звезду Я Зелёного Чая Выпью Я не то Чтоб Спил Что Зарема Сказала В интервью Что она Не любит Толстых Она сказала Не любит Толстых Речь была О толстых Я так обиделся Думал Толстых Она сказала Толстых Не люблю Он такой А я Толстых Игра Слов Насадить Засадить Рядом Зарема Это очень Взрывоопасная Тема Засадить Зареме Насадить А где Это ты так Сделал Блядь Имеющие Уши Да услышали Потом Скипидар Атар Гаспидар Да уже Блядь Есть Сихосложение Торогие друзья Атар Кушинашили Придумал Рифму Когда-то Давно Он вообще Поэт Хоку Он японский Поэт На самом деле Именно Именно Я съем Свой маленький Ужин Потом Накроюсь Пальто Если я Фонбэту И Тимуру Не нужен То и мне Нахуй Не нужен Никто Вы понимаете Кому Пронежит Фонбэт Да Всего Жил в деревне Старый дед Делал сам себе Минет Про меня Да Про меня Да Картинка из жизни Моей Ты смеешься Если я увижу Эту картинку Мне придется Ремонтировать Глаза Какое-то время А у нас обсуждение Новостей Спортс.ру А можно я попрошу Ром тебя Ты как человек Который В новостях Шар Я никогда В жизни Не вел новости И всегда Отказывался От программ С суфлером Поэтому Дайте суфлер Пожалуйста Дайте суфле Давай Нападающий Сборной Португалии Гонсало Рамуш Попал в секс-скандал Через три дня После поражения От Марокко В сеть Выложили видео В котором Рамуш Пародирует Зюбу Возможно Таким образом Рамуш Попытался Да Возможно Таким образом Рамуш попытался Показать свое Превосходство Над Роналдо Игроки Сборной Португалии Собрались Чтобы обсудить Случившееся И у нас есть По этому поводу Соответствующее видео Внимание на экран А у меня Пишу Он показывал Я не показывал Он показывал Не показывал Что ты врешь Я сам видел Показывал Кто Ну я значит не видел Показывал ты ему Да Что ты врешь Здесь сидишь А почему Три дня Ждали Кто ждал Три дня Видео Загружалось Или человек Ждал Три дня После поражения Чтобы Как бы Засветить Ты меня спрашиваешь Ну вообще Думаешь я стоял Вот так рядом с ним Со сториз Такой давай Подожди Я это флот Давай как в детстве Ну как в детстве Что за детство у тебя было Я думал оно у всех Было одинаковым Шесть ребят Ну как Ну все уже Маш А можно У тебя попросить Прокомментировать Следующую новость Нападающий Сборной Бразилии Ришер Лисон Так Это из сборной Израиля что ли Что за Ришер Лисон Почему Ришер Лисон Ришер Лисон А я Все таки Мне больше тянет Скандинавию Ришер Лисон Да 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 Сделал татуировку Или фильм Ширли Мерли Там тоже Да Сделал татуировку С изображением Легендарного Бразильского Нападающего Роналда И Неймара Вот у меня Первый Вот смотрите Но Маркс Энгельс Ленин Да Это Первый состав Блестящих Очень похоже Ну смотрите У меня просто удивительно Почему он Роналду Того времени Почему не сейчас Не просто такого Приятного Доброго Мужичка Импозантного Сегодняшний Роналду На всю спину Не поместился Да Он имел ввиду На самом деле Я всегда хотел В детстве Просил Всевышнего Сделать меня Как Роналду Но почему-то Он сделал меня Вот Роналду Вот нынешним Почему-то А где здесь Роналду Вообще Левее Левее А ты там Боппе Вообще Не похож Похож Там Боппе Похож Он вот Нет Зубастик Зубастик Я понимаю Я понимаю Как не похож В Семнаж Безназначе Засилование Похож Грустный Роналду Никогда Они бывают Этим Грустный Дочитай Эту новость До конца Удивительно Почему У него Федор Чалов Посредине На битве Они все Какие-то Очень недовольны А у него Татуировку Перенесли С какого-то Другого Места Она Потому что На спине Она над Жопой Да посмотри Они все Смотрят В одну точку Одну точку В одну Смотрят И думают И смотрят На Слуцкого И думают Только бы Не у нас Тренировал Нет Нет Смотрите Может ли Мужчина На твой взгляд Набивать Татуировку Другого Мужчины У себя Если они вместе Если Да Если Если они Вместе Условно Работают То есть Например Причем Работают И они Видят Голыми Раздевалкой Друг друга И Наймар Выходит И видит Себя На теле У другого Мужчина Так Я тебя Не слушала Кость Ты просто Нормально Хорошо Прокомментируешь Что ты чувствуешь Да нет Мне просто Очень не нравится Я думаю Что татуировка С Роналду Супер Татуировка С Наймар Но В целом Если она Нормальная То ок Подожди Тебе кажется Нормальным Что парень Набивает Пусть даже Клубиров Слушай Но он же Футболист Пидарас Он на них Бомезная домоха Если даже Я бы Я обожал Светлая память Бельмондо Ну что Я набью Бельмондо Из-под халима Жильзи А тебе пошло Шарлистерон Ну как Ну кого Я девушку Красивую А Шарлистерон Наверное Педик Хорошо А он Педик Тут в новости Не указано Наймар Не оценил Наймар Не оценил Такого комплимента От партнера И попросил Его удалить Татуировку Вот тебе И потому что Он плохо получился Отправил ему 30 тысяч долларов Для удаления Выведения Этой картинки А ответ Какой был Ответ Что выведет Только на тело Отара Кушанашвили Блять За тридцатку Я вывел бы Все с себя А не знаю Дану Не то чтобы А почему Он не принял Эти деньги А кто сказал Что не принял Почему не принял Если он в казино Вечером был Ты успел Нашли туда Я не понимаю Честно Я понял Он ходит На иглоукалывание А он не знал Что это так получилось Наверное Но когда ты ухожешь Говорит где у тебя болит Он говорит В районе подбородка Наймара И он такой Ткнул А все не болит Пошел дальше Это же удобно Можно расчерпить спину Ты представь себе Вообще вот эту спину Куда вот так Добриня Никитич Алеша Попович Иначе Илья Муромец Поместились Вот в таком виде Мне неприятно Если честно Космонавты МКС Из Внимание России Внимание США Кто-нибудь помнит Кто-то в такой стране И Японии Вместе посмотрят Финал чемпионата мира 2022 в Катаре Блестящий Они вот так будут смотреть А новость А новость Просто немыслимая Немыслимая новость Сейчас на МКС Трудятся космонавты Из России США И Японии А почему из США И России по три А японцы одного только взяли Смотрите Сергей Прокопьев Дмитрий Петелин Анна Кикина Если вы нас смотрите Если у вас нормально Работает вай-фай Лучше, чем у меня дома Вам привет В США Джош Касадо Фрэнк Рубио И Николь Ман Вам не такой большой привет Но тоже здравствуйте Из Японии Один человек Каити Ваката А что они будут смотреть Если никто из них не играет А почему-то У них по два мальчика и девочка А этого японца одного взяли Какие вообще есть версии Он за все платит Взяли с собой лоха Который платит за все что ли Да Но на самом деле Представляете каково они Они садятся Плазма Плазма Или они зависнут Над стадионом Вниз будут смотреть Но скорее всего на экране Что они берут В тюбиках пиво Ну как Тюбика воблу Это наши Наши Американцы Уже сосис Хот-дог в тюбике У них там будет У японца И только Япония Делал с собой настоящие суши Нету тюбиков суши Заказал И человек такой С этой херней Доставку Сфигачил Летел Стучался Долго Говорит У вас подъезд Не указан Такой подъезд А я зашел во второй Ну там в общем Я там возле двери И так вот Внимание Любимый персонаж Тимура Зарема Салихова Заявила Что не любит толстых Мы это уже обсуждали Поскольку это Отсутствие дисциплины По его словам Эта позиция Относится и к Смородской Но отсутствие дисциплины Она права Ты недисциплинированный Я недисциплинированный В чем Почему ты вовремя Приходишь на работу Это единственное Что я дисциплинируюсь Как Давай Как сделать человека Не дисциплинированным Попасть в Москву Просто и все И становишься Не дисциплинированным Роналду я не часто вижу В Москве Вот поэтому Видишь Как именно Формулировка звучала Она не любит Ненавидит Ей прийти Не любит Я толстый Не любит Я хочу подать голос Защиту толстых Маш Толстомордых Да я возмущена Что-то сижу и возмущаюсь Подожди Я хочу сказать Мне кажется Что вообще Женщины в футболе Такое редкое явление Что вообще-то Они должны не нападать Друг друга На друг друга А как-то поддерживать И то что они начинают Вот эту взаимную пикировку Меня это очень расстраивает Так быть не должно Аплодисменты Пожалуйста Я хотел тебе сказать Я хотел тебе сказать Некоторое время назад Бывшая любовница Ромы Нагучева Ксения Анатольевна Собчакашвили Выступила с теорией Что толстые люди Особливо женщины Не имеют права на жизнь Они портят человеческую расу Помните Были несколько выпусков У Малахова Приходили эксперты Не помним Я спросил Я спросил У господи Собчак Какая радость Тебе унижать Вот в этом именно У человека Избыточный вес Какая радость Унижать его Она говорит Ты пойми Что бы я ни сказала Они меня тут же Напьедестал Вот скажу я Не люблю худосочных Вы будете Как дураки Обсуждать эту неделю Она получает удовольствие Мне кажется Если человеку хорошо От того что он Гурская Пусть будет Гурская Если он Ему хорошо Что спорить с этим Да Зачем Не люблю Осмородская Ответила ей как-нибудь Да Иди ты нахуй Или что Нет Отправила ей поднос Из Макдональдса Перевожу с твоего языка На язык людей Которые Ну все таки Ходят по земле А не левитируют Как ты Осмородская Говорит Она недалекая женщина Которая ни с того ни с сего Вдруг начала комментировать Какой она Имеет к нему отношение Глупости И бредятину Вечно говорит Но правильно ты сказал Что должны женщины Должны в футболе Поддерживать Поддерживать друг друга То есть Представьте Стадион Дерби Там Вот атмосфера Такая электризованная Тут команда Здесь команда И две девчонки Идут Как в рекламе Привет подружка Привет подружка И сразу как-то Классно становится Ты за кого сегодня Я за Лока Я за Спартак Две команды из Москвы Пойдем пить А пирой Вот такая Я так себе представляю Женщина в футболе К сожалению Извините Хорошо что ты далеко сидишь От массы Давайте Давайте Вот я кстати Ничего обидного Ты не сказал Да Хотя старался Нет Вижу Я даже не вспотел В отличие от АТАР Мы здесь уже обсуждали Кстати у женщин в футболе Применительно К мексиканской арбитресси Которая Значит Профукала все что можно В матче Германия Растерялась Растерялась Да Мы с Надей Карповой Попереписывались После этого выпуска Она к сожалению Его посмотрела А кто это? Футболистка Сборной России Илья Арбитресса Кто из них? Надя Карпова Это прекрасная футболистка Она в Испании Играет в Севиле Да я просто не разбираюсь В женском футболе В Севиле Надя я забыл Прости пожалуйста Вот И она сказала Блин Неужели вы все это В заправду Ну что вы вот Хуйню какую-то Что 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 именно Вот я говорю Надь Ты же понимаешь Что именно мы хуйню говорим Что нет Не в заправду Ты сказал Что женщинам в футболе Не место Да Вот Повторяю В футболе Рома Хорошо что я У тебя есть права А про Баню Ты так не говоришь Баню так не говорю Да А я защищал А я защищал наоборот Я сказал что Они могут там Типа если только По каким-то физическим Данным не совпадать Тогда могут не судить Но в остальном Это не имеет вообще значения Тогда начнем вот с чего Маша А уж тебе Опустите Владимир Ильич Опустите руку У меня Сейчас у меня Как кататония Подожди У меня я застыл Кататония Это болезнь Кататония Все я не могу Убрать Как бывает это блюдо Или болезнь Каталепсия Каталепсия Да Хорошо Что за набор Звук Я просто не настолько знаю Много болезней Как ты Каталепсия Это то что он посмотрел Доктор Хаус Каталепсия Это то что произошло Со сборной Бразилии Маша скажи пожалуйста Вот год подходит 22 Самое яркое Футбольное событие Вот ну Чемпионат мира Мы не берем Давай в России Вот связанное с Россией Вот Только хорошее Вот давай Что кто фигура Команда События Явления Погнали Ой слушай Я сейчас плохо отвечу Тебе не понравится Давай я У меня в понедельник Вышла коллаборация С футбольным клубом Динамо Так Это синяя помада Я хотела ее сегодня Взять сюда Но я настолько не выспалась Что я забыла Она синяя Как та помада Которую рекламировал Криштиану Роналду В Японии И которую рекламировал Джоу из друзей Друзей да Потому что Синий это цвет динамо И мы У меня вот есть В моем бренде Зеленая помада Бренд называется Супербанка А я им сделала синюю И я когда к ним пришла Говорю Слушайте я вам сделала Офигенную синюю помаду А я думала Что они не согласятся И поэтому сделала Синюю помаду Давай Четвертая Что такое Сделаю синюю помаду Федя Смолов Точно никто не согласится Синей помадой Я так и живу Ты же знаешь И это было так круто Потому что я поняла Что наш российский футбол В принципе Как бы Готов делать смелые Яркие Дерзкие вещи Это офигенно Можно я респекну Отдельный респект Динамо За мерч За последний Свитера Отпад Про помаду не слышал Москва Вот эти Москва Да Но если ЦСКА выпустит помаду А я обещаю Что я один выпуск Проведу в помаде Я тоже А уже все Я сама А они расходаны Да нет Нет Наши Говорят на зоне Еще можно взять На зоне На зоне На зоне Какую-то синюю помаду Мы уже выпустили Куда мы катимся Все Ну конечно На зоне в помаде Динамо Комба А вообще Вообще А вы знаете Что в этой помаде Очень много символизма Это же гигиеническая помада Да Она синего цвета И вот ты вроде Ты говоришь Наш футбол Нужно там Разнообразить И динамовцы Прям супер взяли Ну смотрите Вот это же Прям вот Идеальное Попадание По всем смыслам Вот ты открываешь Помада другого цвета И ты такой Блин Каев Синяя помада Раз А ничего нет И ты смотришь Она синяя А по факту Ничего нет Она цветная Яркая Красивая Должна быть Рома А там правда Что такое Роман Нагочев Поддерживает сборную Голландии Даже здесь Это видно Ром Помимо вот этой речи Помимо вот этой речи Что ты можешь ярко Еще выделить В российском футболе За 22-й год То что можно развивать То что нужно Нужно наблюдать Не отрывая Слушай Вообще хорошо Что чемпионат России Продолжается Да Уже сам по себе Уже это Большой плюс Пока Рома говорит Давай Ром Вот я Футбол российский Я ничего хорошего Не обнаружил Ёп Да ты не искал Я как из того мема Женщина Да ты даже не искал Да я люблю тебя Да я тебя не люблю Да я тебя люблю Тимур Как звучало Что В российском футболе Помимо того Так и господин ведущий У него пульсирующий Как это Пульсирующий пульс Недевидный Да так Что есть Позитивного Слушай я тебе скажу так Что учитывая Что мы Скучаем Без чемпионата России Очень Когда он Недавно Ушел На паузу И мы знаем Что возобновится Только аж Почти что Но слава богу Нас утешают Хоть как-то Утешают Чемпионатом мира по футболу Плохо Слабо утешают Ну пилюля Чемпионат России Это Праздник Выходного дня Я считаю Ну по мне Я даже не хочу Отдельно разбирать Какой-то отдельно взятый матч Просто мы радуемся Что у нас есть чемпионат России Мы ждем Выходного дня Чтобы посмотреть футбол Это карнавал С пятницы По воскресенье И не Валя Карнавал Успокойся Это Моя любви Это 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 Обращение Папы Римского Если брать Италию Это Новый король Каждые выходные Нет Это вот этот праздник В Памплоне Когда ты убегаешь От быка Вот что это Но это только В районе Химов Хотя Пропал Какие метафоры Только там А вы знаете Папа Римский Сегодня У него какая-то Трагедия Какая Он в 90-м году В 90-м году Когда Аргентина Проиграла Камуром Германии Германии Дал слово Что он больше никогда В жизни не будет смотреть телевизор Да 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 И это Ну это реальная история И кстати На Спортсру То есть он не видел ни одного выпуска Программы Время покажет на первом канале Нет Ни одного не выпил Ни одного И сегодня он не может смотреть финал Это единственный пожилый король А как тогда они рейтинги делали Если Папа Римский Даже Ватикан не смотрит Можно сказать Серьезную вещь Я успешно играю роль Придурка Десятилетиями Долбоеба И я понимаю Что это вызывает восторг Уникар Ну это вся вещь Которую ты сказал Я бы назвал Пеняева Я считаю Это принципиально И важное Особенно умные вещи Которые он говорит Что я ничего еще не умею Как-то очень быстро Мы от Папы Римского К Пеняева Ну подождите Ну я видел Что он после меня обойти Подожди Пошел бы нахуй Попалим Слушайте дальше Пеняев Я бы назвал его Все-таки Когда 16-летний парень Появляется Надо поддерживать его всемирно Первое Второе Поведение Ну 18 или 46 Осетинского тренера Поведение осетинского тренера Пришедшего 49-ым тренером В Химки Я считаю Просто Это продолжение Традиции от Арика Но когда Теперь серьезно Когда я читаю Что Джикия Мой земляк Заметьте Блять Мой земляк Оплатил лечение Смертельно больному ребенку Не афишируя это Если он футболист РПЛ То такая РПЛ Должна процветать Это браво Оплатил Как называется В болезни А спиной А спинальная атрофия Да Он оплатил К told you Не говоря об этом Не труднее Не биаблетавра В грудь Как я бы сделал Например Надо признать Но он сделал это Тихо Вот это меня восхищает А он игрок РПЛ Значит РПЛ будет жить Вот так Слушайте Есть спортшколы, где растут Пеняевы. На ум приходит Академия Краснодара, Чертанова и, конечно, Академия Строгино. В Строгино подобралась какая-то безумно талантливая команда 2009 года рождения. То есть им сейчас получается 14 лет наступает. По большому счету это ребята, которые через два чемпионата мира, гипотетически, со сборной России, могут снова сыграть с Таджикистаном. Там будет участвовать 217 команд, нечетное количество впервые будет участвовать. Ты видишь, как в биатлоне, вот это ЮФО-2, ЮФО-3, Угра, Ханты-Мансийск-1, Ханты-Мансийск-2, чемпионат мира будет. Команды из Строгино стали чемпионом Москвы в 2021 году, в 2022 выиграли зимние и летние первенства столицы. Выиграли Кубок Москвы, весь российский турнир Мемориал Константина Сергеевича Сарсани. Очень серьезные достижения для одной команды 2009 года, которые, ну, собственно, могут нестабильно играть. Вы сами знаете, как играют дети. Мы подумали, что ребятам было бы приятно, если бы их голы увидела многотысячная аудитория шоу. Это футбол-брат. Мы сделали нарезку самых красивых голов ребят из команды из Строгино. С вас лайк, ну, балдеем от голов, прям юно от голов. Поехали. Браво. Прешающий ответ от матча выйдет на поле. Вот так. Опа. Ё-моё. Так хочется. Слевая такая, да? Посмотри, Краснодар, Строгино. Опа, посмотри, ободочка, ободочка. Раз, два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И чё, с Варяне локомотив разобрали. Три ноги растёт. Каждой минутой играют два по 30. Мяч мечется по штрафу. Честанова, Козлов! Отбивает! Ха-ха-ха! Молодцы, молодцы! Видно, что бьющая борется в штрафной. Ой, как убежит сейчас. Это Спартаку. Это Кутебов, что ли, у них? У них даже за людей Кутебов играет в Спартаке. Или что это? Да, пишут, что я в 2009-го. Смотрите, как разобрался. И он же там шёл. Это Испания. Это Барселона какая-то просто. А вот из СССР. Наш с тобой многострадальных, что же они всем... Да, сейчас, походу, второй привезут. Не, я порадуюсь, но сдержан достаточно. Ну, смотрите, правда, ребята возят. Доводят до логического. Ну что, я только аплодисменты. Да, 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 браво, браво. А прежде чем после детского видео отправиться дальше, у нас наша не детская, но очень нравящаяся всем рубрика точные прогнозы. Сегодня у нас Снегурочка. Мы звали Мастау, но время позвать Снегурочку. Снегурочка. Держи, 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 держи этого. Держи, держи, держи его. Какая красота. Здравствуйте. Всем привет. Скажите, а у вас есть дед? Ну, она его не называет так. Она его называет папе. Какой дед? А-а-а! Ты больше меня знаешь, Тимур. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. В общем, такое ощущение, что я... Первый раз вижу, что Утар молчит минуту. Потому что он просил железную дорогу. Это мое отношение к красоте. Я подчеркиваю, железную дорогу. К красоте отношение. Да подтвердит командное. Перебиваем Атара, смотрим точный прогноз. Красота! Всем привет. Меня зовут Полина. В эфире точный прогноз. Загадывайте желания. Нас ожидает настоящий праздник футбола. Финал Аргентина-Франция. Южно-американцы уже давно просят Дедушку Мороза подарить им чемпионство на Кубке Мира. Европейцы верят, что будут получать подарки каждые 4 года. Ну а компания Фонбет дает на итоговую победу каждая из команд коэффициент 1.95. Кто из команд вел себя плохо на этом чемпионате и не заслужил исполнения желаний? Фонбет предлагает на тотал меньше 2,5 желтых карточек. Коэффициент 3.30. Зимняя стужа сковывает все вокруг. Ну а в Катаре, наоборот, раскрепощает лучших футболистов. Ждем праздничный концерт от фронтменов команд финалистов Лео и Киллиана. Фонбет дает на гол Месси коэффициент 2.65, на гол Бапе 2.80. Закружился, заметался. Кто сейчас в офсайт попался? Фонбет прогнозирует, что первый офсайт будет у Франции и дает коэффициент 1.94. Желаю вам счастливого Нового Года и пусть ваши желания исполняются с Фонбет. Далее в программе. В мечте Марокко пришел конец. Хаким Изьеш уезжает с чемпионата с пустыми руками. Артем Дзюба находится в поиске нового клуба. Сергей Пеняев назвал причины перехода в локомотив. Меня моя мама заставила. Второй тайм мы решили начать с розыгрыша подарка. Специально к чемпионату мира мы разработали собственного маскота. Атар, и это не ты. Потому что маскот и мразот это немножко разные понятия. Искор. Кстати, у всех есть маскот, а у нас мразот есть. Ну как вы Дзюбу-то показали? Это же просто, блин. Это, ну, на меня это же вид. Дзюба, какая же лучшая картинка за всеми. Внимание! Подарок мне? А, Костя, прости, пожалуйста, Костя, мы же тут были с тобой вместе месяц назад, да? И обрати внимание, как за этот месяц ребята прям выросли. Да, выросли. Прямо очень смешно. Я сижу, мне было очень смешно. Благодаря вам это ты думаешь, да? Нет. Маш, у нас помимо того, что мы выросли, мы еще накопили денег и сделали маскота на чемпионат мира. У нас есть, это бегемот. Спасибо большое, брат. Подожди, это бегемот. Это бегемот. Да, в честь тебя, Тимур. А глазки-то в честь тебя. А глазки в честь тебя. А нет, сшили мои дети, которые работают в Китае. На заводе по пошиву бегемотов. Это же рядом с Алан-Удэ как раз. Да, ну как рядом, почти. Но отличает этого бегемота надпись «Блястяще» на футболке. Можно? Мальчики, иди. Пожалуйста. Дорогая Мария, можно. Можно. Смотри, секунду. Но напишите в комментариях, Мария, сразу же, как придете домой, под видео, как назвать этого маскота автору лучшего названия. Мы подарим его. Здесь будут автографы от всех нас и помада от Маши. На губах. Можете целовать. Пока что Маша намазала ему ноздри. А подведем итоги мы в телеге. Сергей, Кость, но на самом деле давайте мы правда подарим помаду мою, динамовскую, тому человеку, который выиграет этот маскот. Мне кажется, это будет круто. Помада «Во». Хорошо? «Во». «Помада «Во». И будет прикольно, потому что даже если какой-нибудь молодой человек выиграет этого бегемотика, то у него наверняка будет кому подарить этот помаду. Прогрессивный молодой человек. Например, Митя Фомин. Из хай-фай. Еще раз, смотрите, комментарий. Давай ему не дать больше помады. Подождите, еще раз. Чтобы не запутать никого, бегемот отправится тому, кто придумает ему имя в комментариях под этим видео. Результаты в нашей уютной телеге, которую можно найти под видео тоже. Тыкайте, подписывайтесь. Там у нас и инсайды, и вся инфа о будущих выпусках тоже там есть. В общем, дерзайте, ребята. Желаю вам всем новогодней удачи. Удачи всем! Ну что, вы вообще этот бегемот в единственном зеркляре? Да, это единственное, уникальнейшее. У вас будет стоять дома, и вы в нем можете... Потому что еле-еле у Ромы сережку от этого утащили. У меня такое ощущение, что у Ромы... Не то чтобы сережка, у него сейчас душ, занавеска одна свисает вот так. Ну подожди. Ну я хочу под... Ну, давайте отнимем у командной. Микки Молота. Дай пощупать ей. Ну дай пощупать. Ох, нелегкая эта работа. У нас, как не хватает. Опа! Ой, спасибо! Ха-ха-ха! Нравится? А где что? Можно подписаться на наш телегу? Я тоже поучаствую. Сегодня, сегодня... Подписывайся. Напиши любой коммен под этим видео и забывай. Под видео. А итоги в телеге... Еще раз. Камен здесь, итоги в телеге. Потому что заходят люди, вот до сих пор на наше шоу, где сидит татар и говорят, а где аналитика? Да, аналитика. Нет. Два вопроса меня мучают. Когда будет Уткин и где аналитика? Можно подумать, Уткин не выходил из этой студии. Потому что у нас невозможно... И представляешь, сейчас елка отодвигается сзади тебя и Уткин такой... А я и не вываливаю. Из этой студии. Нет. До сих пор... Позволь, до сих пор пишут, требуют аналитику? Да. Скажи, иди нахуй, блядь! Пишем, не понимают. Не, не, не. Ну если человек не отличает комсомольскую правду от Жванецкого книжки, остроту, от, блядь, какой-то... Что я тебе перетур... Светлая память перетурен, что ли? Иди нахуй! Со своей аналитикой. Вот тебе аналитика. Прильни, блядь. А видишь, у меня... Как я ненавижу этих супер-серьезных людей по твоему аналитику, блядь. Я говорю это. Дурака валять у это искусство. Уметь валять дурака это искусство. Например, быть... Быть... Митей Фоминым не искусство, а пидорство. А, блядь, от валять дурака это искусство. Попробовал бы кто-нибудь из аналитиков Я бы очень хотел, чтобы, Атар, ты стоял в углу Третьяковской галереи. Вот тем, кто хочет аналитики. Вот. Я бы даже так сказал. Вот тут... Вот... В углу Эрмитажа стоял. Мы же получается за руку не попрощаемся, да, уже? У меня, если... Все, пока, поехали. У меня... Если что, у меня с ковида остались одноразовые перчатки. А двухразовые есть? Двухразовые. Ну, я бы даже так сказал. Я бы лучше через все-таки бронированное стекло бы. Можно? А можно, кстати, через... Знаешь, как вот есть... Ты знаешь человека через одно рукопожатие. Вот теперь... Я знаю, Атара через... Чем больше рукопожатий вы знаете Атара, тем лучше для вас, ребята. Вы обезопасили себя, во-первых, от всяких болезней и травм в том числе. Вот. Двигаемся дальше. О, кстати, тут у нас сейчас воспоминания. Да. В одной из первых наших программ Костя, помните, рассказал про своего детского тренера. Это очень трогательная история. Я играл в футбол очень мало и очень бесславно. В футбольной команде в городе Серпухов старт, она же и финиш оказалась для меня. У меня был однорукий тренер. У тебя было, как в песне, старт, ревелки, финиш, золотой. У меня был однорукий тренер, Блинов, фамилия, поймешься, не помню. Соперника на абордаж и у каждого был попугай. Да, и он вот так стоял, говорил «Стадо баранов!» И после этого мы разыскали Костяного тренера и взяли у него интервью. Привет всем. Меня зовут Блинов Павел Николаевич. Я тренер футбольной команды 10 октября город Серпухов. Конечно, я помню Костю. И что? Ты сделал футбольную форму для детей? Да, было дико круто. И мы пообещали, что для команды, для, скажем так, бывшей, 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 ультра, бывшей, для первой моей команды мы сделаем футбольную форму для детей. Серпухова. Серпухова, да. И отвезем ее в Серпухов. Что мы, собственно, и сделали. Благополучно. Давайте посмотрим. Я отправляюсь в Серпухов для того, чтобы отдать форму ребятам из команды 10 октября. Я приехал. Спешились, дальше идем пешком. Здрасте. Чувствий, чувствий, Лови. Надевай, надевай. Держи. Как форма? Заряжен на победу? Да. Будешь на ноль стоять? Молодец. Как вам форма? Отлично. Будете в ней побеждать? Да. Будете рвать соперников? Будете достойно нести знака российского футбола? Да. А теперь три-четыре. отработали подарок. Давайте скажу сейчас. Отработали подарок, они потом его машину мыли. Просто за интеграция, за интеграция. Я скажу тем, кто меня вывели из себя этим требованием аналитики, там, где она совершенно не нужна. Это не та программа. Это самый трогательный сюжет за долгое-долгое время. И я хочу акцентировать внимание. Если вот такие сентиментальные жесты происходят на наших глазах, кроме всего прочего, пошел ты нахуй, и так далее, отсоси, и так далее, блять, это и есть главный сюжет. Вот для меня эти дети превыше всего на свете. Если я их буду развлекать, они будут старого меня в подарках от Фонбета и от Кости, это главное событие уходящего года. Браво, Костя. Вкус согласия на победу. Но вообще, на самом деле, мы чутко относимся к критике, которую нам пишут под этим видео. Мы просим вас разделять шоу, где мы весело проводим время в ожидании футбола, где мы, по крайней мере, Тимур анализирует его. Я не могу анализировать футбол, я говорил, что я... Ну, а теперь давайте расскажем вам еще полтора часа, что вы только что смотрели. Ну, зачем это? И с самого начала почему-то люди ругали в комментариях тех, кто сидит за нашими спинами. Манекены, говорили в комментариях. Эти манекены каждый выпуск с нами здесь классно проводили время, с удовольствием участвовали во всех наших веселых активностях. Давайте еще раз напомним. Давайте поаплодируем. Прямо сейчас в этой супер-вип-зоне, где только богатые и знаменитые рядом с вами возьмите интервью с Корея. Зарема, здравствуйте. Как же удивительно вас встретить. У нас почти одинаковые отчества. Здравствуйте. Как ваши дела? Это что за вопрос? Вы как разговариваете? Вы хорошо подготовились, Зарема. Молодец. Интервью надо готовиться, когда вы приходите к первой леди. Вон там есть человек в футболке сборной Аргентины, который держит апельсины и, скорее всего, это сборная Голландии, поэтому я выбираю свою любимую команду. А почему не Марокко? Ну, это... Итак... Дайте микрофон, пожалуйста. Оранжевый апельсин, все дела. Братан, это Марокко. Я тебе говорил! Сука! Возьми, возьми. Туалет как раз... Скажу тебе, когда он пройдет? Ну, редкий пидарюга, конечно. Редкий пидарюга. А мне понравилось. А у вас много общего. Спасибо! Да, 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 спасибо! Спасибо! Слушайте, вы все очень яркие и крутые. Прям реально. Спасибо вам огромное. Но! Неотъемлемой частью нашего шоу стал человек, которого, наверное, чаще Тимура, может быть, даже упоминают в комментариях. Это Алексей в футболке Выхина-Жулебина. И у нас для вас есть новогодний подарок. Спасибо! Выходите! 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 Алексей! Какая вы говорите с Выхина-Жулебиной? Выхина-Жулебиной. Здравствуйте! Здравствуйте, Алексей! У вас микрофона нет? Вы можете... Вот поближе вставайте, чтобы все было. Пару слов о нашей программе. Здорово! Спасибо большое! Все очень классно, очень юмор хороший. И как человек, игравший в футбол, в том числе, за Выхина-Жулебина. Леген... А, дайте, Тайм! Легенда Выхина-Жулебина! Уже теперь! Да, я, конечно, получаю здесь большое удовольствие. А откройте подарок! Мне даже самого интересно вашу реакцию на него увидеть. гигантская конфетка-белочка, да? Посмотри, какая красота! Посмотри, какая красота! Какая красотища! Вот! В цвет! Это футбол, брат! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слушайте, вот это перед, вот это перед, а это зад. Ну, это такой зимний вариант или дачный вариант. Плюс соните под видео, если хотите, чтобы мы мерч такой запустили, Выхина-Жулебина, чтобы был наш... Я ногу готовлю на следующий сезон. Да? Ну, будьте секретом, ребята, подписывайтесь на канал, у нас будет... Спасибо, с Новым годом! Спасибо большое! У меня ответ на историю! Ответ на историю? О-о-о! Ничего себе! Все интереснее и интереснее становится! На Жулебина! О-о-о-о-о! Рома, спасибо большое! Я всегда рад! Большой привет! Как это трогать! Спасибо! Как это трогать! Гокфо! Жулебинский Гокфо! Спасибо большое! Как это трогать! АПЛОДИСМЕНТЫ Как там фотографироваться, когда ты официально куда-то переходишь, да? Да, вот так, да. Да, вот так. Вот так. Ну, только ты улыбнись, пожалуйста, не надо как арендный футболист. Ты агент, значит, ты будешь агентом моим. Ты будешь Марией Грановской из Челси, из Выхина-Желебина. И давай вот как будто мы фотографируем. Вот так, да, давайте. Ты рад, ты рад. Давай. Не-не-не, давай рад как будто 10 миллионов. Ну, он правильно, он копирует, он копирует правильно. Он еще в состоянии, в состоянии стагнации, блядь. И он не понимает, это те цифры, на которые я поднимал. А должны здесь сейчас... Нет, в другой валюте это. Должны застрекотать эти, затворы фотокорреспондентов. Так, слушайте, ну самое время загадывать желание. Аякс, сборная Голландии, Выхина-Желебина. В одном ряду. Я бы, на самом деле, вот даже какой-то фан-клуб бы сколотил из наших подписчиков, Выхина-Желебина, и там бы собирался, и мы бы делились эмоциями. Давайте поделимся нашими желаниями. У нас есть елочка, и у нас есть вот такие вот замечательные шкатулочки. Здесь лежат бумажки. Эти бумажки для пожеланий. Я буду передавать. Давайте, передавайте, Атар, дальше. Хорошо, у вас... Прошу вас. С ручкой. Да, с ручкой. Вот. И дальше. Прошу вас, держи. Вот. Держи. Отдельно кину. Вот. И вот. А что мы будем сжигать? Поджигать не надо. Так. Поджигать только с фан-айди, теперь можно. Давайте каждый напишет пожелания. Да, хорошо. Как пойдем? Любое пожелание, любое. Российскому футболу, не себе, не себе. Атар, не надо писать, там сколько нулей влезет, сколько ты идешь. Там мне нечего писать, Йов. Значит... Если не себе, то о чем писать-то? Ну, ты же понимаешь, что футбол... Я и российский футбол, это одно целое. Мы понимаем. Мы даже иногда смотрим на тебя и думаем, как же ты похож на российский футбол. Я сам дал себя уколоть. Дикий. Такой же дикий. А как вы считаете, можно проконсультироваться с вами, друзья, как вы считаете, вот фраза вас ничего не спасет с восклицательным знаком или с многоточием? А можешь просто сос написать, и тогда не надо будет тебе такое. А ты вас с большой буквы будешь писать? Конечно, это же начало предложения. А, я думаю, уважительно просто. Понятно. Нет. А что вы пишете, Кость? Пожелание российскому футболу на 23-й год. У нас в школе стояла такая мемориальная хреновина, которая, естественно, уже никому не нужна, но там было написано бюст Ленина на втором этаже, и написано завещание потомкам вскрыть в день рождения вот этого мертвого мужика в центре нашей страны в 2024 году. Это будет как раз примерно после чемпионата Европы, как я понял. Да. Спасибо. Просто почему-то пришло в голову. Там тоже, наверное, что-то такое делали в 1924 году. А, Тимур, что ты пожелал? Я пожелал нам вернуться в Еврокубки. Ну, это же очень серьезное, какое-то респектабельное. А что ты хотел, чтобы я пожелал? Чтобы Федун опять Спартак взял? Чтобы они уже никогда не вылезли оттуда? Что ты хотел, чтобы я пожелал? Чтобы, например, ты пожелал бы за время. Пожалуйста, пожелание Тимура вернуться в Еврокубки. Вешай на елочку, пожалуйста. Мария. А у меня не в Еврокубке, а у меня возвращение в хотя бы отбор к чемпионатам мира и чемпионатам Европы. Да. Это пожелание для 2033 год. Пожалуйста. Роман, у тебя... Оптимизма ему пожелаем. Так, за ремень, пожалуйста. У тебя... Ты так и написал, вас ничего не спасет? Нет. Я написал Голландия, чемпион Европы 2024 года. Это пожелание российскому футболу. Пожелание российскому футболу. Да. А так... У меня целый текст. Я понимаю, что скручивать бумажку для тебя привычно, но... Хорошая. Я хочу вам сказать, что я, конечно, пожелал бы вернуться в лону чемпионатов Лиги чемпионов, но этого не будет. Мы же сами... Мы даже трезво должны подойти к ситуации. В новом году этого не будет. Я в пику всем тем, кто... В пику всем тем, кто строит из себя невест. Что? Пожелание российскому футболу на 2023 год. Поменьше обиженных и напыщенных ублюдков, которые я вижу в этой сфере, побольше открытых, дружелюбных и интеллектуальных гениев, как я. Или ублюд. Я слеза, хорошо. Ну, будет так. Да. Ты представляешь, на собрании РПЛ кто-то такой встает, как я вас всех ненавижу. Вы такие серьезные. Влад, вы все нахуй. Я сам написал тоже пожелание. Я пожелал то... Вы знаете, в футболе, когда говорят избежать травм, это нереально. Всегда травмы у футболистов какие-то будут. Это соприкосновенно. Побед тоже нельзя всем пожелать, потому что в этом мы любим футбол, потому что кто-то проигрывает и побеждает. Но я здесь написал то, почему мы все скучаем, и я хочу, чтобы эта скука продлилась как можно меньше. Я написал полные трибуны, потому что их нам действительно не хватает. Вот я хочу пожелать полных трибун на нашем любимом виде спорта. Вот сюда повешу. Будет смешно, если какое-то из пожеланий сейчас упадет. И сразу сбудется. А теперь эксклюзив. Я хочу для вас, кто досмотрел до этого фрагмента видео, значит уже мы заслуживаем лайка и подписки, сделать экскурсию за кулисы нашего шоу. Под ваши аплодисменты у нас полные трибуны. Пока. Покажи мою огромную гримёрку. Перед этим прием. И три степени верса, которые вы там ждут. И убери кокаин из углахана. Это студия, откуда выходят прямые трансляции, аналитика на время чемпионата мира. Она была немножко трансформирована. Здесь, в общем, у нас головной центр. Там у нас, как вы поняли, отар, там у нас центр кое-чего другого, а здесь у нас головной центр объяснения шоу. Здесь у нас тёмное помещение, которое мы используем иногда для съёмки наших тизеров. здесь у нас, так, здесь у нас наша аппаратка. Вот, вот откуда всё идёт. Давайте даже покажем, что прямо сейчас идёт объяснение того, что сейчас происходит. Отсюда вот, голос в студию идёт. Вот, ребята. В общем, здесь у нас кашеварится, делается всё самое-самое вкусное для вас, всё, что можно увидеть у нас на канале. Так, туда выход на парковку, там стоят наши поддержанные, глубоко поддержанные автомобили. Здесь у нас гримерка, кстати, пойдёмте, быстро забежим. Тут куча, куча, куча хлама всякого. Здесь у нас, кстати, например, есть вот там футболка овечки, но даже где-то была с автографом. Футболка Тюкавина просто так висит. Химки с автографами. Ещё одна овечка. В общем, здесь у нас куча всего. Здесь у нас бутерброды. Ну, как вы видите, питаемся мы вредно и достаточно скромно. И алкоголя нет. Алкоголя нет. Ну и туалеты, хостблоки уже показывать не буду, но давайте триумфально. Вот сейчас путь ведущего шоу. Вот из гримерки выходим. Идём, идём, идём. идём, идём, всё это проходим. Каждый занимается своим делом. Правят, грим, возвращаемся и входим, как правило, под аплодисменты. Всем здравствуйте! Здорово! Здорово! Это Дунь, кто не знает, как делать, это рассыпь, там час. Слушайте, я пока, пока я... Ты всегда начал пиздеть себя ногами. Пока я ходил, вы раздаёте шампанское? Да. Вы раздаёте шампанское? А как ты хотел? Продюсер, пробит Аллах Тимуру Идемию Иванову. Слушайте, на самом деле, вот, давайте вот это не будет последним выпуском. Давайте не будет в этом году. Давайте ещё один выпуск сделаем, где все герои наших шоу, это футбол, брат, это кубок мира, брат, это итоги, брат. От себя скажут пару слов. Ровно через неделю, но у нас на канале это видео выйдет. Оно будет не о футболе, оно будет о нас. Чтобы поближе узнать, какие мы за кулисами, подписывайтесь, бейте в колокольчик, ставьте лайки, это всё продвинет наш канал, и в следующем сезоне мы будем ещё круче, ещё сильнее, ещё, ну... ещё смешнее. Да. Ещё ещее. Ещё больше аналитики будет у нас в программе. Да, у нас будут выездные. По вашим просьбам мы станем ещё хуже, чем в коммент-шоу. И будем гореть в аду, как вы просите у нас. Да, будем гореть в аду. Вот. И шутки у нас будут не за 300, а за 330. Мы 10% накинем ещё. Вот. А? Нет, инфляция. Инфляция. А, инфляция. Инфляция. А мы... Скажите, пожалуйста, а нам шампанское принесут. Да. Судя по всему, нет. Нам несут... О! Осторожно, не уроните. Да, а можно как в баре вот так шкатнуть? Нет. Шпашем, да? В прошлый раз... Ребят, вы зря доверяете мне раздачу всего этого. В прошлый раз у меня лопнул шарик прямо в руках. Ну это да. Это у тебя был твой шарик. Это заточилось... А это общаковое шампанское. Раз. Самое интересное, что мне достал шампанское, которое держал в руках Атар. Тогда пей. Тогда это... Есть... Мироместин, есть? Давай помню. Можно я скажу два слова? Два слова. Обязан. Обязан сказать. На две минуты пауза, тишины. Я... У меня вот накопилось тут за эти... Мы всего-то три месяца снимаем, четыре месяца. Но у меня тут есть что сказать. Я хочу, во-первых, поблагодарить всех, кто помогает нам делать эту программу. Вот вы смотрите нас тут пятеро, и еще двадцать человек, кто нас помогает смотреть, делать эту программу. Спасибо большое нашему режиссеру. Нашему оператору. Армии операторов. Продюсерам. СММщикам. Гигантское количество людей делает все, чтобы мы тут дурачились, какую-то несли там ерунду, и чтобы вы все смеялись. Я, конечно, кто... Катенька, наша продюсер, если бы не она, вообще бы загнулись бы еще в сентябре. Наши зрители. Кать, приходи сюда. Выходи. Кать, выходи. Все выходите сюда. Леха, Леха, выходи. Давайте, хватит стесняться уже. Авторы наши, авторы, кто мучается, кого мы мучаем всю неделю, чтобы они нам написали смешные тексты. Ребят, все выходите сюда, все покажите свои лица. Давайте, давайте. Чтобы не думали, что мы тут сидим пятером в этом чистом поле. У них какая-то еще... Вдруг они... У них другая вечеринка просто веселая. Леха, вдруг на их основной работе не знают, что они здесь делают. Кстати, я об этом никто не подумал, Рома. Они выходят, Сема. Смотрите, это мой любимый режиссер, который делает нас тут вообще симпатичными, красивыми, нарезает эти кадры. Лично признателен тебе. Лично признателен. Продолжай, продолжай. Так что, ребят, вы... Хочу выпить за этот коллектив. А что вы здесь стоите? И тех, кого вы видите в кадре, выходите сюда. Мы близко сдружились. Костя Анисимов, который поддержал эту идею с первого дня. Рома Нагучев, который распровоцировал в этой ерунде участвовать. Машеньку, которая там понравилась. И, конечно, он не мог меня не поддержать, потому что мы дружим 30 лет. 30 лет. За тебя, брат. 30 лет. Спасибо большое. Спасибо. Знаете, что вы не сказали? Вот я выпрашиваю у вас поддержки. Я знаком с руководством компании, которая дала право на жизнь этой программе. Без вашей поддержки жизнь не будет продлена. Забудьте про людей, лишенных чувства юмора и тонкого понимания таких материй, как остроумие, самоирония. Вы поддержите. Вас же большинство людей, которые находят юмор этой программы первостатейным, превосходным. Я знаю в этих вещах кое-что. Интереснее, смешнее программы нет. Но руководство той самой компании смотрит на цифры. Если поддержка оглушительная, в следующем году вы получите шоу номер один. Кто не согласен, тот Митя Фомин. Аминь. Давайте. Ура! Ура! Смотрите, вот я сейчас. 36,5 тысяч подписчиков. 36,5 тысяч. Обязательно. Ребята, спасибо, что с вами. Спасибо, ребята. Спасибо, я добрый. Следующий год кролика. Давайте плодиться, плодить видосы, плодить просмотры, плодить подписчиков. Всех с наступающим. Ура! Это Кубок Мира, это футбол, брат. Бежим болеть за сборную Аргентины. Спасибо. А если вы смотрите позднее, мы победим франция. Ребята, мы стали счастливыми. Мы не знаем, как это закончится, но знаем, что впереди все будет хорошо. С Новым Годом! С наступающим! С наступающим всех! С наступающим! С наступающим!